За большое дело взялись самые маленькие владивостокцы. Ребята вооружились кисточками и красками, чтобы украсить любимый город в день его рождения. Вместо бумажной раскраски – рыбки, вырезанные из фанеры. Их работами теперь будут любоваться не только родители, а все горожане. Разноцветные морские обитатели украсят подпорную стену в Некрасовском сквере. Мы сегодня даже в садик не пошли. Прежде подпорная стена была невзрачной. Творческое объединение «Квадролампа», на счету которой уже не один арт-объект Владивостока, выступила с предложением сделать городу оригинальный подарок силами всех его жителей. Необычную идею администрация города оценила по достоинству и помогла креативным ребятам воплотить ее в жизнь, как раз к юбилею города. Ее привели сначала в порядок, отштукатурили, потом немножечко подкрасили, и потом закрасили одной краской синей, для того, чтобы создать фон моря. Красочную стену теперь называют интерактивным объектом. Ведь праздники творчества приняли участие не только юные владивостокцы, но и почетные жители города, а также известные спортсмены и творческие люди Владивостока. Даже глава города не остался безучастным. Рыбу, разукрашенную руками Игоря Пушкарева, тоже прикрепили на стену. Раскрасить рыбку может любой желающий, абсолютно не ограничивая себя в фантазии. Требования только два – рисовать с любовью к городу и стараться не закрашивать номер, ведь он символизирует год жизни Владивостока. Специалисты прочно закрепили на стене красочных морских обитателей, использовали шуруповерт. Акты вандализма во Владивостоке и других приморских городах совершаются регулярно. Организаторы проекта надеются, что руки хулиганов не доберутся до уникальной подпорной стены, ставшей общественным достоянием. Чем лучше выполнена работа, тем меньше вандалов. То есть людям не позволяет, это уже проверено практикой. Вот много стен мы разрисовали в городе, если стена средняя, плохая, ее завандалят. Если это хорошая вещь, это критерий того, что, ну как бы, это уровень. Да, плюс здесь, ну, задействовано очень много людей, горожан непосредственно в этом проекте, которые, у них есть сколько-то друзей, у их друзей, все знают об этом. И уже как-то к этой стене будет отношение другое. 155 рыбок, в каждую из которых вложили души жители города, стали подарком Владивостоку к его 155-летию. Всего в рамках празднования Дня города запланировано 67 тематических мероприятий. В этом году отмечать юбилей Владивосток будет несколько дней. 3 и 4 июля пройдут театрализованные шествия горожан по Светланской, народные гуляния и тематические концертные программы на Центральной площади, в скверах и на Спортивной набережной. Александра Нитай, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.